Привет! Меня просили сделать видео, потому что первая лекция и первый ввод в Равой Каплана была ОДИ. Сегодня я делаю это как видео. И прошу заранее прощения, что если я перейду свой пятиминутный лимит, который я хотел себе сам поставить, потому что attention span человека у нас в нашем society очень маленький. Мы тында перелистываем за 15 секунд, мы что-то еще смотрим за 20 секунд. Поэтому я считаю, что ничего духовного нельзя давать, или не духовного, нельзя давать больше чем 5 минут. Я прошу заранее прощения, что я переберу это время и надеюсь, что вы все равно меня послушайте. А не послушайте, тык выключите. Какая разница. Короче, возвращаясь к нашей теме. В прошлый раз я сказал, что надо читать Геморро Хагига. Почему я это сказал? Потому что у меня были несколько вопросов от моих приятелей, что я ничего не объяснил, просто сказал, что читайте, читайте, читайте и тому подобное. Я начал с этого, потому что введение Урабе Каплана в медитацию и прописи, пророчество, начинается со сноски на эту Геморру. И почему он, в принципе, опять же, я буду повторяться, но это достаточно важно. Почему он начинает с этой сноски? Потому что в этой Геморе говорят о том, что нам нельзя. Нам, нас учат от противоположных. Нам говорят, что нам нельзя для того, чтобы нам знать, что нам можно. Опять же повторяю, что Гемора начинается с того, что нам нельзя обсуждать больше, чем в компании троих сексуальные отношения, больше, чем в компании двоих сотворение мира. И тет-а-тет с человеком, который понимает, можно обсуждать масса меркава, то есть путешествие в другое сознание, в другие миры. Для чего это все нам надо? Рабе Каплан говорит, что это, в принципе, могут быть три медитативные практики, которые нам давались и которые мы должны или нам можно изучать для того, чтобы приблизиться к Всевышнему. Начиная молитву с утра, мы говорим, кто мы такие? Монахну, мы монахну, с чем нас вообще едят? Поэтому сразу мы задаем себе вопрос, для чего мы пришли в эту жизнь? Почему? С какой целью и когда? И никто не может ответить на эти вопросы. Этот вопрос может быть ответен только нами самими. Как же ответить на этот вопрос? Надо идти вовнутрь, надо смотреть. Поэтому все медитативные практики предусматривают глубокую мысль. Римляне, в Риме, с латинского мы будем переводить это как глубокое размышление, медитация. С греческого мы будем переводить это как путь вовнутрь себя. А в иврите мы будем думать об этом как дыхание, которое нам дает Всевышний. Это процесс, как пришло слово медитация для нас. Почему же это так важно? Потому что во всех других религиях и во всех других медитативных практиках, от которых мы учимся и берем технику, потому что наша техника, к сожалению, забыта, во всех других религиях и практиках целью ставится оседлание нашего ума. Например, в Китае мы говорим, что у нас ум как wild monkey, дикая обезьяна, которую нам надо пристранить. И зен-буддизм, и чен-буддизм, и источник этого в Индии, все дают акцент, как же нам обуздать наш ум, как же нам отточить наш ум. И к этому мы идем, этому нас учат дыхательные упражнения, визуализация, концентрация. Все это, это нас учат в техниках медитации. Рабе Каплан делает что-то очень революционное. Он говорит следующее. Потому что он предвидел и предвидел еще раз и еще раз, что сущность нашего общества изменится на духовном плане, и нам понадобится что-то очень такое, которое нам будет нас выведить на другой план бытия. Он предвидел, что мы будем занимать и учиться у других народов медитативным практикам и будем идти по их следам. Но одновременно он нам показал цель, которую он хотел нам дать. Цель – это слияние со Всевышним. До тех пор, пока мы не будем сливаться и не войдем в Всевышнего, и не будем считать себя частью всего, до тех пор мы не сможем ответить на эти вопросы. Кто я? Откуда я пришел? Куда я иду? И медитативными практиками, которыми мы будем увлекаться, заниматься, и они станут частью нас, только так мы сможем выйти на уровень изучения другого состояния сознания, другого состояния ума, другого состояния тела, другое состояние мира. Продолжение следует...